Ребят, дорогие мои зрители, все в огромной двери! Ахахаха! Я только... Ребят, я прошу прощения, но я не могу! Боже мой, это невыносимо! Почему вы мне никто не написали про этот трешак у Эда на канале? Клич пионера всегда будь готов! Радостным шагом с песней веселой! Вы это видели? Нет, почему мне никто не написал? Я случайно, думаю, ну, вечерний обзор, сделаю, что там, видосики, какие там у Эдика! Как я скучала! Педиколон, я так скучала! Заглянула, думаю, сейчас полистаю там, по названию немножко определюсь, вдруг вижу. Выпускной у Милены. О, думаю, мне интересно самой, ну, посмотреть, как это сейчас там, там происходит, как это вообще все организовано. Ну, мы любим все эти прибамбасики, да, девчонки? Наряды, может, причесочки. Ну, интерес, конечно же, берет свое. Заглянула. Но меня ничего так не впечатлило, как концовочка. Ребята, это надо видеть. Это вы вот сейчас к параше этой, обращаясь, к этому стремились? И вы хотели нас туда же, в эту яму затянуть? Да фиг вам, без масла, конечно же, да не в жизнь. Ребята, на дворе, 21 век, прогрессивное человечество, люди, ау! Мы выступаем за комсомолом, близится эра светлых годов, клич пионеров, всегда будь готов. Девочки, це трындец. И он, этот трындец, подкрался к ним незаметно. Боже мой, какие же вы дремучие и какие вы отсталые. Это опять назад, на сто шагов или на тысячу, это назад, не вперед, то есть вы движетесь, да? Вам не интересно ничего новое, ничего прогрессивное, вам ничего не надо, вас ничего не интересует. Клич пионера? Алло, люди! Боже мой! Девчонки, я смотрела на это все, я, конечно же, поугарала, мы тут все дружно поржали. Но я думаю, боже мой, какое счастье, что я родилась в своей стране. Какое же это счастье! Не дай тебе, Бог! Вы хотели нас в эту помойку тоже вместе с вами? Да не в жизнь! Да никогда этого не будет! Ребят, ну это была концовочка такая, да, у педиколона-то. Вот это ужас какой-то! Ну, давайте же обсудим все, что я там увидела. Итак, выпускной у Миленки локоны накрутили. Этот обруч, да, ободочек с жемчужинками такими прикупили. Мне понравилось, почему нет, симпатичный образ. И я так понимаю, но это никакой не выпускной. Это торжественная линейка. Ну, ведь так, какой же это выпускной? Выпускной балл – это нечто другое, чуть-чуть совсем другое. А это обычная торжественная линейка, да. Вижу, давно не видела, гульнас, я так понимаю, она сделала стрижечку, каскад, отрущенные волосики. Ей очень хорошо. Ну, уже тысячу раз я говорила. Я очень такой позитивной, доброй, хорошей, белой завистью завидую ее волосам. Красивые, густые такие волосы, объем большой. Боже, когда же цевмена такая будет, да никогда. Постриглась хорошо, мне нравится, нормально все. Ну, и девочки, гульнаска идет на эту линейку, а папка не идет. А шо ж таке, Дюня? Шо в тебе бы опять скоялось? В поликлинику надо. Билюльки, чтоб доктор выписал. И рентген сделать. Один вопрос. Один. Маленький такой, совсем скромный у меня вопросик. А на следующий день ты не мог сделать рентген? Что бы изменилось в твоей жизни? Ну, ты бы пошел к дочери на эту линейку. Это история твоей семьи. Это твои дети. Почему бы не пойти? Почему бы не расставить правильно эти приоритеты вместе с семьей? С старшей дочерью. Ну, она не совсем старшая, если учитывать Юлю от первого брака. Но здесь, в этой семье, вместе с гульнас, старшая девочка. Да хоть младшая, хоть старшая. Удели внимание. Не, ребят. Себе, любимому. Что важнее всего на свете? Это здоровье Эдди. Какие там выпускные? Какие там линейки? Быстренько к доктору таблеточки выписывать, рентгены делать. Я все поняла для себя в очередной раз. Выводы я сделала. Ну, и вот она встреча дома во дворе. И опять и снова мы наблюдаем, как Эддичка крутит свою ножку, показывает, как ему делали рентген. И в одной позиции, и в другой. И развернули. И так и сяк. Гульнаска по-прежнему тупит, ребята. А, я думала, тебе флюорограмму делали. Зачем? Булыть нога, фотографировали голову, да, гульнас? Ну, как бы логика железная. Ну, такое, я ничего уже не удивляюсь. Вместе нужно супчик покушать. Не садилась, ждала супруга. Это вызывает уважение, гульнас. Любовь твоя прослеживается на века. В каждом шаге, в каждом движении. Сдохну с голодухи. Но без Эддички ни-ни. А вообще-то, ребята, я думаю, что это правило завел Эддичка. Вот почему-то мне так кажется. Итак, показали альбом, даже вручили с фотографиями, уже сделали выпускной, после девятого класса. Красивая фотография у Милены, красивая прическа. Мне все понравилось. Здесь критиковать нечего. Но альбом скудненький, сам альбом. Смеялись Адамяны все дружно. Вот раньше делали всех в рядочек. Посадят учительницу посредине. А вот сейчас... Так а вот сейчас в вашем альбоме то же самое. Как бы пацаны отдельно, девочки отдельно. А тут общая фотография. А чем отличаются? Я видела очень много альбомов, выпускных классов у детей. Разные фотки есть. Как они на природе, как они на спортивных соревнованиях, на олимпиадах. Какие-то там у них кружки и этих фоток смешных, кстати. Разных всяких, юморных. Очень и очень много. То есть события, которые происходили в жизни детей, запечатлены в фотографиях. На природе где-то, в лесу. Поехали на море, в музее, вот где угодно. Даже в цирке. Здесь я такого ничего особенного не увидела. Разнообразия какого-то в вашем альбоме абсолютно нет. Ну такое скудное, абсолютно без фантазии, ребята. Без размаха. Три листочка. Но, повторюсь, фотография Миленки мне очень понравилась. Симпатичная девушка. Мне еще понравилось, девчонки. Скажу вам честно, что вот армянские родственники, девчонки, приходили поздравить Милену с этим событием. Это было очень приятно. Пришла и жена Анзора, и сестра. Кто там, девочка, это дочь, племянница. Не важно. Я в них там не разбираюсь. Я уже тысячу раз объясняла. Ребят, не запоминаю, не собираюсь этого делать. Нет интереса у меня просто к этому. Но, давайте отметим тот факт, что они пришли, поздравили, цветы подарили, уделили внимание Милене, и это очень радует. Девчонки молодцы. Но вот то, как принимала их Милена, вот здесь возвращаюсь к высказываниям Самвела, которое многие обзорщики раскритиковали. Да и зрители тоже обосрали Севку. Ну, вообще у нас так принято, да? Самвел все стерпит. Можно обсырать на счет раз, два, три, на первый, второй, третий рассчитайся. Кто первый, кто второй. Сева не реагирует, поэтому можно пройтись. Но если по делу, ребят, давайте честно. Как девушка, закончившая девятый класс, мы все услышали, что в классе было 20 человек, 14 человек. Все, дальше учиться не будут. То бишь, они уже вступают во взрослую жизнь, продолжают учебу в каких-то других учебных заведениях, приобретают профессию, то есть становятся взрослыми, самостоятельными, да? И вот я делаю выводы. Взрослые уже, да? Девушка, как она принимает гостей? Вы все увидели эту футболку гульнаски? То эти тряпки гульнаскины были одеты на элинке, надеты-одеты. Теперь я наблюдаю их на милене. Да елки же ваши зеленые. Да оденьте вы этих девочек в самые дешевые, простые, но их костюмчики, их футболочки, их штанишки, чтобы это были не мамкины тряпки, а их родные, детские, девчачьи. Ну как не стыдно? Комменты закрыли, окей. Никто ничего не напишет. Я это все прекрасно понимаю. Но вам самим как не стыдно? Это же ваши, ваши бусинки, куколки, цветочки, лепесточки, самые дорогие, самые любимые ваши детки. Девочки. Это же девочки. Ребят, в этой задряпозной, какой-то страшной, полинялой, растянутой мамкиной футболке. Девушка, выпускница девятого класса, принимает гостей. Как бы вам это понравилось? Не пригласила в комнату. Как стояли в дверях в прихожей, так и стояли. Если бы Гульнас сто раз не сказала, проходите. Нет, понятия даже нет. Вот мы все говорим, воспитанные, скромные. Я думаю, здесь другое. Здесь зашуганные и боятся реакции папки. Поэтому они себя так ведут. Потому что я вспоминаю в Инстаграме, по-моему, как проклинала Милена зрителей, которые критиковали. Эдю, Гульнас. Там проклены были еще те. И когда в комментариях начали зрители о ее прокленах и гадостях, матюках, которые произносила Элинка, начали писать в комментариях, Эдя сделал свои выводы, закрыл у них все аккаунты. Больше она там как бы и не появляется. Так вот, ребят, может быть, все-таки родители занялись бы тем, чтобы объяснили своим дочерям, уже взрослым девочкам, как нужно себя вести, какие-то правила поведения в социуме, как принимать гостей, как общаться, если к тебе пришли в гости, поздравить тебя. Элементарные нормы поведения. Пригласи в комнату, предложи присесть людям. Постояли, у двери с ноги на ногу попереминались, похвалили, сказали дежурные слова. Все. Точка. Говорю то, что вижу. Ваше мнение и впечатление почитаю, конечно же, в комментариях, ребята. Ну и напоследок, вот этот пионерский отряд из пенсионерок, я так понимаю, весточка из Башкирии пришла с этими красными флагами и с галстуками повязанными. Позорище. Трешак полный. Но вот эти вот кадры, это для каких-то юморных каналов, вот там, где хочется поржать. Вот туда отправить будут миллионные просмотры. Жду с нетерпением ваших комментариев. И до завтра. Пока.